Всем привет! Вот наконец-то видео обзор нашего городка, который я так давно обещаю. Ну что ж, поехали! Наш городок Сен-Квентин расположен на севере провинции Нью-Брансвик. Местное население разговаривает на французском языке. Но есть люди, которые понимают и разговаривают на английском. Сен-Квентин – город, где проживает примерно 2000 человек. 2000 человек и город для людей из стран бывшего СССР – это что-то совершенно несопоставимое. В нашем понимании 2000 человек – это глухое село, абсолютно забытое всеми благами цивилизации. Но здесь это не так. Сен-Квентин, напомню, городе, где проживает примерно 2000 человек, есть все, что нужно для жизни. Тут хочется вспомнить слова, которые мы услышали еще на выездной сессии Нью-Брансвика в Киеве. У нас в маленьком городке вы найдете все, что вам нужно для жизни, но возможно не все, что вам хочется. Вот это прям в точку было. Итак, здесь довольно большая больница. Вот это она. Мы внутри не были, но ребята, которым, к сожалению, уже довелось там побывать, говорят, что внутри тоже все отлично. Кстати, ждать им пришлось совсем недолго. Быстрый прием в больницах – это именно прерогатива маленьких городов Канады. В больших же ожидании может дотянуться на часы, и это я про обычную очередь в приемную. Приема к специалисту, особенно к узкому специалисту, можно и до полугода ждать. Но таковы реалии Канады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В нашем маленьком городке есть своя католическая церковь, весьма симпатичная. Есть свой культурный центр, там мы были на филиппинском празднике, про который на канале есть отдельное видео. Также тут есть своя мэрия. Также мы успели посетить местную библиотеку, там была встреча ньюкамеров. Ньюкамеры – это мы, вновь прибывшие, вдруг кто не знает. Вот в этом зале у нас проходила встреча. Библиотека классная, есть компьютеры, много игрушек для детей, даже костюмы для переодевания. В общем, пока родители общались, детям было чем заняться. Конечно же, здесь много книг, правда все они преимущественно на французском. Для литературы на английском выделен вот этот маленький стеллажик, и то не полностью. Кстати, примерно третья его часть – это разного рода энциклопедии. Кроме того, здесь есть компьютеры. Говорят, что канадские библиотеки – это спасение для тех, кто только приехал и не успел подключить интернет. Но нам этого испробовать на себе не довелось, так как, к счастью, мы обзавелись интернетом дома почти сразу. Кстати, членство библиотеки бесплатное и оформляется очень быстро. Нужна лишь базовая информация, адрес, телефон и так далее. Идем дальше. Также в Сен-Квентине есть несколько кафешек. Самое популярное заведение – это, конечно, Тим Хортенс. Канадцы пьют много кофе. Да и мы тоже частенько сюда заезжаем. Понемногу становимся канадцами. В Тим Хортенс можно выпить вкусного кофе. Нам пришлось по вкусу франч-ванила. Также тут есть чай, различные кончики и кексы. Также есть супы, сэндвичи, салаты и так далее. Но мы этого всего особо не пробовали. Следующее заведение в нашем списке – это Пицца Делайт. Но тут уже по названию все ясно – пиццерия. Пицца вкусная. Есть также и другая еда. Можно взять пасту, лазанью, да и вообще много всего. Из того, что мы пробовали, нам все понравилось. Кстати, тут бесплатно доливают кофе. Также здесь симпатичный интерьерчик. В общем, нам нравится это заведение. Еще мы успели посетить знаменитый Сабвей, который тоже есть в нашем городке. Здесь очень вкусные супы и сэндвичи. Сэндвичи сборные. То есть вы сами заказываете, с какой начинкой будет ваш сэндвич. Есть различные напитки, козировки преимущественно. Можете сами наливать себе в неограниченном количестве. Однако посетить все заведения, которые предлагает нам Синквентин, мы пока не успели. Помимо перечисленных в нашем городке на 2000 человек, есть еще несколько кафешек и баров. Даже есть реприз-бар. В городе есть свой почтовый офис, куда мы заходим забирать почту. Также здесь можно получать посылки. Еще есть банк, несколько заправок. И автосервисов. Несколько отелей-мотелей и в общем мест, где гости могут остановиться на ночь. Итак, перейдем, пожалуй, к одному из самых важных разделов. Магазинов. Начнем с продуктов. Продуктовый магазин здесь один, называется Банишуа. Ассортимент в целом нормальный. Много разных овощей, но маловато зелени. Есть фрукты, разные вкусные фрукты. Есть мясо. Мясо тоже вкусное, несмотря на то, что в супермаркете. Есть молоко, сметана, но нету кефира. Кефир можно купить в Atlantic Superstore, ну, которого у нас в городе, конечно, нет. К сожалению, здесь нет каш как таковых, то есть здесь только рис и макароны. А за кашами мы ездим в другой город, покупаем кускус и кино. Конечно, есть вещи, которых нам не хватает, да и цены немного кусаются. И здесь приходит на помощь Walmart или Atlantic Superstore, которых в нашем городке как раз таки и не хватает. Но до ближайших ехать около часа, что в целом с покупкой машины перестало для нас быть какой-то проблемой. Итак, вернемся к магазинам Сен-Пентина. В том же здании, где Ибаниша расположен ликер-стор. Алкогольный магазин с вполне неплохим ассортиментом. Нас он вполне устраивает. Также в этом же здании есть магазин, где можно купить много чего для дома и авто. Тут продается различная кухонная техника и утварь. Также можно приобрести различные инструменты и строительный материал для ремонта. Можно найти немного сантехники и элементы домашнего декора. Однако в основном хостовары здесь продаются в Росси. Это другой магазин, расположенный уже в другой части города. Но учитывая размеры Сен-Пентина, это всего пару минут на машине, ну или минут 20 пешком от Банишо. Ассортимент товаров для дома в Росси хороший. Мы вроде нашли все, что искали. Тут продаются товары широкого потребления. Различные банные принадлежности, полотенца, мыльницы и прочее. Также кухонные принадлежности, всевозможные сковородки, миски, прихватки, кухонные полотенца. Также есть техника для дома, утюги, чайники, кофеварки, тостеры. В довольно неплохом ассортименте по, в принципе, вменяемым ценам. Также здесь можно приобрести всевозможные судочки, разнообразную посуду. Также есть мусорные ведра, корзины для белья, швабры. Элементы декора, немного мебели. Кроме того, здесь продается различная бытовая химия. Кроме того, в Росе неплохой ассортимент детских игрушек и, в принципе, различных настольных игр. Также здесь есть одежда, как женская, так и мужская, так и детская. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также в этом же торговом комплексе есть магазин электроники, а также магазин одежды и мебельный магазин. Здесь красивая мебель, но она дорогая. Поэтому, конечно, не мешало бы съездить в Икею, что мы собираемся сделать в ближайшем будущем. Здесь же в этом же торговом комплексе расположен шопперс. Тут продаются медикаменты, декоративная косметика, косметика по уходу за волосами и телом, а также подгузники и различные детские товары. В общем, шопперс это аналог наших Евы и Простора. В этом же торговом центре находится Доллар Сторм. Я бы сказала, что это аналог нашего все по 5, но тут все-таки как-то по простор, не выбор побольше. Хотя группы товаров те же, разные мелочи, товары и декор для дома, лопатки, аполлонники, губки для мытья посуды, свечи, всякие подставки и так далее. Также носки, канцелярия, перчатки, батарейки, сувенирная продукция, флаги, магнитики, брелки и так далее. Продолжая сказ о магазинах, дополню, что здесь еще есть отдельно стоящие магазины. Среди них магазин, где продается органик продукции, в основном продукты, и цветочный магазин с красивыми цветами и букетами. Ну и соответственно, не самым низким ценником на это все. Еще один раздел это школы. Здесь их две, средняя и старшая. Вот это средняя школа. Напротив школы находятся баки для мусора, которые можно переработать, то есть для картона и алюминиевых банок. Вот это старшая. В старшей мы были внутри и немного поснимали. Школы, конечно, крутые. Напомню, город на 2000 человек и школы бесплатные. У нас так, наверное, только гимназии могут выглядеть. Здесь же школы очень прикольные. Нам ребята рассказывали, что здесь классные кабинеты химии и вообще делают все, чтобы заинтересовать детей в учебе. Хотя с французским языком адаптация, конечно, сложнее, чем с английским. И от этого никуда не деться. Будьте к этому готовы, если едете в подобный городок. Помимо учебы, старшая школа предлагает различные развлечения и активности. Здесь есть классный кинотеатр. Каждый вечер по будням проходят какие-то спортивные мероприятия. Можно поиграть в волейбол, бадминтон и так далее. В общем, можно выбрать что-то себе по вкусу и размять косточки. Но подобное удовольствие платное и стоит 10 долларов в год, что в целом очень даже дешево. Я, кстати, очень хотела поиграть в волейбол, но теперь после работы сил не остается. Но ничего, нужно немного времени, чтобы тянуться. Кстати, вот эта разрисованная стена – это лифт для детей с ограниченными физическими способностями. А теперь еще пару слов о развлечениях. Мы, когда бродили в олицем Сен-Квенте, мы наткнулись на вывеску Боинга. Надо будет как-то сходить. Также главным развлечением канадцев считается хоккей. Как вы уже, наверное, видели по моим видео, здесь есть большая арена. На ней проходят игры и это настоящее зрелище. Но можно также и поиграть в хоккей для удовольствия, что, кстати, и делает один из наших друзей. Но если говорить о развлечениях, то нам тут всего хватает, так как самый любимый вид отдыха для нас – это отдых на природе. И тут у нас этого хватает. Паре минут от нас приходят на кормежку оленей. Также нам около часа езды до океана. Еще ближе к национальному парку Маун-Карута, где мы, к сожалению, успели побывать всего один раз. Но я думаю, мы обязательно наверстаем упущенное лето. Также лето можно будет купаться в озере в соседнем городке Теджвик. Буду ехать минут 15. Ну и, к слову, про всего хватает. Довольно много времени мы проводим с друзьями, и это, наверное, плюс маленького города. У нас в Украине остались наши любимые друзья. Мы вас помним и любим. Не серчайтесь за то, что мы редко выходим на связь. Так вот, в Украине нам было сложно часто встречаться с друзьями, так как к ним нужно было доехать, а это занимало довольно много времени. Здесь же всего пару минут ходу и вуаля. У нас здесь личная компания, и это, несомненно, положительно сказывается на нашем отзыве об развлечениях в Сен-Кентине. На этом все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok